Это оборудование не имеет аналогов в России. Выпечка производится на каменном поду, а не в металлических формах. Оттого вкус и аромат хлеба будто из деревенской печки. Производительность нового оборудования – 15 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Пока на предприятии идут пусконаладочные работы. Линии по производству подобного хлеба заработает в феврале. Начиная с 2005 года мы на нашем предприятии занимаемся техническим перевооружением. Что нам позволило заниматься техническим перевооружением? Это принятая в области программа по возмещению банковской ставки на техническое перевооружение. И вот с этого момента мы постепенно в течение 5 лет, уже более 5 лет, мы занимаемся техническим перевооружением. И на сегодня уже мы использовали более 200 миллионов кредитных средств по льготной процентной ставке. Непрерывный технологический процесс, стабильно высокое качество продукции и увеличение объемов производства. Контролировать выпуск хлебобулочных изделий теперь гораздо проще, чем раньше. По словам тестомесов и технологов, ничего сложного в работе с новым оборудованием нет. Переобучение все прошли успешно. Линии современные, автоматизированные, поэтому и условия труда совершенно другие. То есть гораздо легче работать на новых линиях. Все автоматизированы, все технологические процессы автоматизированы. И самое главное, что идется полный контроль, начиная от разделки теста и заканчивая выпечкой. Мы идем на работу с душой. Это, наверное, видно по нашей продукции, которую покупатели идут и покупают в магазинах. Без души человек, если идет без работы, это не хлеб. Хлебопекарные отрасли не во всех регионах России получают такую поддержку от областного правительства. Сейчас производством хлеба в области занимаются 198 организаций. Из них 20 крупных хлебозаводов, которые полностью переоснащают свое производство. Только на этом предприятии за несколько лет введены 5 высокопроизводительных линий по изготовлению хлебобулочных изделий. А ежесуточный объем продукции составляет 90 тонн. Производство пищевых продуктов в Нижегородской области ежегодно растет. За последние 5 лет производство пищевых продуктов увеличено в полтора раза. Значительно увеличен объем цельномолочной продукции, питьевого молока, кефира, ряженки. Значительно расширен ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий. Увеличено производство колбасных изделий. За последние 5 лет объемы производства пищевой продукции в Нижегородской области растут в 3 раза быстрее, чем в целом по России. Но это не значит, что мы уже достигли совершенства. Это, так сказать, на фоне низких объемов других, мы, кажется, такие более продвинутые. На самом деле, допустим, такой распространенный вид продукции, как сыр, мы себя обеспечиваем только на 20% собственными сырами. Уже в 2015 году нужно вдвое увеличить производство сыров. Для этого есть все возможности. 40% это уже серьезная база. Только в 2014 году предприятия пищевой промышленности региона привлекли почти 2 миллиарда рублей субсидированных кредитов на закупку сырья и модернизацию оборудования.